На телеканале Майя Аудмуртия, новости спорта в студии Марина Азиабина. Здравствуйте! Начну свести из Италии, где завершилась престижная веломногодневка Гран-Тура Джири де Италия. 20 сложнейших этапов, которые смогли преодолеть не все. Победу в итоге в Татале одержал итальянец Винченцо Нибали. Лучший из россиян наш земляк Юрий Трофимов занял 13 место. И это высокий результат. О Баренбурге, где прошел Кубок Европы под дзюдо, здорово выступил ижевчанин Роман Горшинин. Четыре предварительных поединка он прошел без поражений, уступив лишь в финале россиянину Альберту Агузову, которому в итоге и досталось золото, а у Романа серебро. Порадовали наставников и младшие коллеги Горшинина в Новочебоксарске. В национальном этапе спартакиады учащихся России ижевские атлеты выиграли пять наград. Одно из них золото на счету дебютантки турнира Екатерины Ивановой. Она в конце июля поедет в Пензу на финал спартакиады. К другим новостям. На старте только стражи правопорядка. В Ижевске прошел чемпионат общества «Динамо» по летнему служебному биатлону. Собрал он в этом году рекордное количество атлетов, более 300 человек из 20 регионов России. Все подробности в нашем сюжете. Быстро бежать, метко стрелять – задача для сотрудников правоохранительных органов привычная. На службе в погоне за преступниками им часто приходится наматывать приличный километраж. А вот стреляют из табельного оружия они реже. Стражи правопорядка больше отрабатывают этот навык на соревнованиях по служебному биатлону. Тренировки по физподготовке, они ежедневные, их никто не отменял. А тренировки по стрельбе, мы стараемся по мере возможностей совершенствоваться в стрельбе. Получается намного реже тренироваться именно в стрельбе. Старшина УФСИН Удмуртий Алексей Инчаков был одним из фаворитов турнира. Спортсмен-марафонец накануне выиграл забег на 3 километра с двумя огневыми рубежами. А потом завоевал серебро с товарищами по команде в эстафете. Говорит, форму к старту набрал отличную. Я готовлюсь к чемпионату России. У нас УФСИН будут в Саратове проходить с 14 по 26 июня. Задачи тоже призы лично выпасть, а команда 2-3, думаю, бомб. Первый там нереально, там Саратов сильный, Самара. Выступили хорошо и другие атлеты Удмуртии. Сергей Александров был четвертым в личной гонке Любовь Зорина 9-й. В нашей команде особенно выступила хорошо. Мы заняли не только в легкой атлетике первое место, но и в общекомандном, хотя он не подводится такой. Опередили команды Татарстана сильные, команды Красноярска, Саратова. Так что физическая подготовка наших участников, я считаю, на очень хорошем уровне. В общем зачете сборной Удмуртии в своей подгруппе заняла первое место. Высокий результат уже на первом этапе чемпионата и Кубка России по кольцевым автогонкам показала ижевская автоледи Наталья Гольцова. В Нижнем Новгороде она стала бронзовым призером соревнований в классе национальной. Всего в стартовом этапе на трассу выехали 47 участников. Следующий этап чемпионата пройдет 8-9 июня в Москве. Герой нашего следующего сюжета автомобилям предпочитают пешие прогулки. Ориентировщики всей страны вновь вышли на старт национальной акции «Российский Азимут». Не стало исключением и ЖЭСК. Здесь любители поплутать по лесу собрались в парке имени Кирова. О коварных комарах, расчетливых соперниках и большом душевном удовольствии репортаж Татьяны Мальцевой. «Российский Азимут» уже не первый год собирает любителей и профессионалов спортивного ориентирования. Место проведения традиционная лесополоса парка Кирова. По традиции и приветствия от министра спорта Удмуртии. Очень символично, что сегодня на нашем старте присутствует 70 команд практически всех районов и городов Удмуртской республики. Цифра 70 сегодня звучала. В 70 городах нашей России сегодня выйдут на старт любители спортивного ориентирования. Старк тоже в прежнем месте, а вот дальше традиции уступают место разнообразию. Трассы на любой вкус, но совсем не похожи на дистанции прошлых лет. Дистанции в ориентировании каждый год разные. Контрольные пункты другие. Количество КП маленько другое по разным группам, которые необходимо найти. Так что в ориентировании что хорошего есть, это каждый раз новая дистанция. Начинающие ориентировщики стремятся играть на опережение. Показывая неплохую скорость на старте, уже через несколько сот метров они в растерянности останавливаются. Опытные участники следуют карте не торопясь. Но все же кое-кто из новичков быстро ориентируется. Но не в пространстве, а в ситуации. И садятся на хвост лидерам. На таких соревнованиях это постоянно происходит. И, например, сегодня второе-третье место заняли два легкоатлета, которых, ну, я не знаю лично, но мы с ними познакомились, подружились, можно сказать. Которых ты предтащил, можно сказать. Которых я предтащил. Любители получили хороший опыт на этом старте. Профи – возможность посостязаться на короткой дистанции. Ведь 2,5 километра для опытных ориентировщиков – это настоящий спринт. Победители – знакомые лица с прошлых лет. А этот азимут участникам запомнится ярким солнцем на старте, комаринами стаями у контрольных пунктов и приятной усталостью на финише. И это все. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин